Да, есть у вас там деревня Потеряевка, да? Оттуда вы? Да. Вас очень плохо слышно. Вас сейчас слышно? Да. Я тебе сейчас покажу эти ролики, это везде стало, короче. Только что мужики, ни одного плохого слова, чтобы не говорили, не заругались. Ага. Чтобы ни одного слова плохого не говорили. Всё понятно. Рассказывайте, что, как дела у вас, чем вы занимаетесь сейчас в данный момент? В данный момент я в городе нахожусь. У меня день рождения будет всегда 10 июня, я 10 июня уезжаю в Потеряевку. А Владимир вчера выехал туда. Там уже работа есть, надо с прудами разобраться, ещё работа. Ну, по весне сажать надо. Ага. Готовимся. Ну, понятно. А в каком городе? Город Барнавал, Тайский край, Игнатий Лапкин. Да, да, да. Игнатий Тихонович, да? Да. Вот всё знает. У вас свой канал есть, да? У нас канал большой. 14 700 роликов. Ага. И что вы предлагаете людям? Мы предлагаем людям что? В первую очередь вот что. Ознакомиться с этой книгой. Так. Это означает, что мы строим православную деревню с нуля по заповедям Божьим. Разговор первый ведём, когда человек докажет, что он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Тогда мы разговариваем с ним. А дальше, если получит разрешение, то он должен своими силами построить дом, усадьбу, развести скотину, поля засеять и прочее. Сегодня таких людей нету. Раньше было так. Вот полторы тысячи заявок поступило. Из них разрешили троим. Остался один. А один и тот рассыпался. Люди привыкли так. А если как его с Донецка Хохол уехал, нет как его такой молоденький, высокий? Никита Колесников. Да, да. Он уехал. Но он бывает у нас на занятиях. Я вам занятия могу скинуть, если в скайп зайдёте. Скайп. У нас в скайпе. Вот заведите Игнатий Лапкин. Я один с этим именем, фамилией. Один. На весь интернет. Так что меня легко искать. И тогда внизу я вам тогда все данные скину. Ресурсы наши. Мейл.ру. Мой мир. У нас там 22 400 фотографий наших только. А вот если вы зарядите во свете Библии, не Ютуб, а сайт. Сайт есть. То на сайте вы увидите то, чего нигде нет в мировой сети. Просто нету. Я отвечаю там студентам на тысячи вопросов. Тысячи. Там государственные фильмы у нас сняты, которые заняли первое место на международном киноконкурсе и первое место в России. Ясно, ясно. Вот 470 роликов Господь позволил нам сделать это по лагерю. Вот я начальник детского лагеря, был 45 лет. Основатель этого лагеря. И теперь мы... Смотрите, вот у вас получается как община, да? Да, именно так и есть. Община, короче. Вот, ну, на ваших роликах видно, что один снимает, да? И вот там некоторые, ну, мужчины ходят там, то занимаются там. Ну, я смотрел там, то вы в церковь ходите, то еще куда-то что-то. Вот, а вот остальные все дома, вот там вот бабушка живет, там к ней дети приезжают, там вот. Это люди туда просто сами приехали или они раньше вообще не были и как бы остались и там сейчас живут? Ну, да, это верующая. Не верующий только один человек там есть. Он живет с матерью, но он безвредный. Он ни в церковь не ходит, веры у него нет. Мы о нем молимся. Вот как раз у бабушки Серафимы, ей 93 года, ее сын. Ну, а что с ним? Мы никакие тут склейки не делаем. Вот как есть в живьем сняли, так и будет. Вот вы себя увидите здесь и скажете, вот как говорили, так и есть. Ну, понятно, но вы сейчас нас не снимаете. Обязательно даже снимаете. Как же это не снимать? Еще чего? А это что такое? Как ты, блин. Вам не стыдно посмотреть на себя будет. Вы разговариваете культурно, знающие. Вы только одно уважение к себе вызовете. Блин, а что же вы не сказали сразу? Да, потому что неплохое дело, видите, вы даете знать, что к нам приходят люди. Ну, у нас не особенно, так 34 тысячи подписчиков, 34, и 33 миллиона просмотров. Ну, все понятно. Ладно, счастливо вам тогда. У вас, может, какие вопросы у вас есть? У вас все православные тут или есть мусульмане? Все православные. Не, не, все православные. Ну, вот сейчас что у нас? Сегодня богослужение будет в храме. Называется канон Андрея Критского полностью. Самое длинное богослужение в году. Самое такое трудное. Много поклонов. Землю кланяется, чтобы голова, руки и колени коснулись пола. Это до 250 поклонов будет только. Вот это самое большое. А через три недели, ну, не считая эту неделю, уже будет Пасха Христова. Вот у нас 3 февраля было такое, как отметили его, моему брату, он протеерей, отец Аким, он на 5 лет моложе меня. Он уже 40 лет в сане священника и местный. А мы принадлежим к русской православной зарубежной церкви по сегодняшний день. Но у нас близкие отношения с патриархией, тем более сейчас все уже объединилось. Но мы им не подчиняемся. У нас совершенно отдельно. Митрополит другой вначале. Хотя те как будто бы уже отдали все бразды правления сюда. Нам нельзя к ним идти. И приезжал у нас здесь, служил митрополит алтайский Сергий. Вот тоже чудо Бог сотворил. До этого был епископ. Такие отношения были нехорошие. Они нас преследовали. А этот сразу приехал, обстановку изменил, как отец родной. Приезжает с семинаристами, с хористами, в Потеряевку. А тут вот здесь служил, в городе, в Барнауле. А почему вы не с русской православной церкви? Ну, мы православные и есть. Не, ну вот вы говорите... Ну, а вот этот вот, который сейчас метро... Не метрополит, а как он? Ну, патриарх Алексей... Кирилл? Патриарх Алексей, да. Да не Алексей, Алексей умер. Кирилл. Кирилл, Кирилл, да. Вы маленько повернитесь. Вас не видно. Повернитесь маленько сюда. Посередке. Нет, вы просто камеру уберите, и я тогда поверну. Это нельзя требовать. Зачем же так? Ну, вы же не бабушка какая-то и не хулиган. Зачем это вы? Вы... Совершенно нормальный разговор. У меня по скайпу сколько приходят-то? Разговор идет не о сотнях людях. Я понял, понял. Ну, можете объяснить, почему вы не с Кириллом, ну, то есть не с русской православной церкви, с Кириллом, а отдельную у вас митрополитию? Ну, отдельно мы от той церкви, которая в эмиграции оказалась. Называется зарубежная, бело-эмигрантская, царская. Почему? Потому что здесь священники и все архиереи были завербованы КГБ. Мы против этого. Все до одного. Эти архиереи. Ну, а мы еще признаем друг друга, вместе молимся, вместе причащаемся. Нас ничто не разделяет. Но на нас никакого указа они не могут издать. Вот сейчас на голове на Владимира, они и саны из Берджи, и сына его, Анастасия. Вот у нас был лагерь, они его в один день разрушили. А так они еще не могут сделать. Вот представьте на меня сколько этих, ну, я говорю, открыто все. Ничего не скрывая. И на меня они злобятся ужасно. Только уже составлено примерно 220 роликов против меня. Из моих роликов надрали. Ну, всякие пакости дальше. Представьте, 220. Мне пришлось в черный список занести уже больше 9 тысяч человек. С матерками, с богохульством. Там что угодно делают. Почему? Это означает, меня сатана видит. Я не в углу лежу. А они ничего не могут сделать. Власти никакой нет. Он может клеветать, но издать указ какой-то, запретить, сан снять, он не может. Нам нельзя. Вот я проповедую, сколько людей обратилось, как пишут. Тысячи людей пришли. Мы всех до одного направляем к ним туда, к Кириллу. Всех до одного. А они против нас воюют. А это уже они за это ответят. А мы против них не воюем никак. Мы говорим, что все за деньги в церкви, деньги в крещение, венчание. Деньги, деньги у них. Вот это нельзя делать. Тем более крестить надо полное погружение троекратное. А он мокрой ладошкой по голове. Это все обман. Патриарх как-то сказал. А у вас все бесплатное? У нас все бесплатно, абсолютно. И свечи бесплатные, и чисто восковые. У нас с тарелкой не ходят, у нас нет ничего этого. Десятина, которая может платить, платит все. И мы и крышу перекрыли, и все у нас есть. Смотрите, откуда вы денежки берете? Я вот смотрел, там тракторист что-то вам там распахивал. А, бульдозер, бульдозер там что-то двигал, вот недавно там это. Ну, я смотрел недавно. Вы откуда берете денежку? Ну, откуда, из кармана. Ну, нет, ну, это понятно из кармана. Ну, вот, допустим, у вас же никто там не работает, производства никакого нет. А вот нету, нету, и живут, и ни разу голодные не были. Вот один держит, у него 100 свиней. 100. У батюшки, он священник, у него 100 овечек. Овечки что-то, это валюта. А другой, Игорь, держит, у него 36 крупного рогатого скота. Каждую неделю он выезжает в город, сливки везет там, у него сепаратор, все это автоматиком, все это работает. Творог, сыр варят, молоко. У него еще много бычков, колят, мясо отдают. Это все деньги. Вот поэтому, но... Ну, то есть, короче, в способном хозяйстве. Но, да, в способном хозяйстве, но, одно но. То, что вы видите, там дороги мы делали, за это больше миллиона пришлось вложить. И деревня не платила ни рубля. Это я, по милости Божьей, взял все на себя. У меня очень большая пенсия. 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Вот это да. За 35 лет, за 35 лет трудового стажа. А где деньги? Вот мы надумали ехать. Ехать из Барнаула мы, у меня 38 томов вышло книг. Я их решил подарить библиотеке мира. Доехали до Владивостока, порт находка. Вернулись домой. Отсюда контейнер опять 4,5 тонны. Мы забросили, ну, это, как она называется, шахты там. В Ростовской области. А другой год в Калугу. И оттуда мы тогда возвращаемся через неделю, загружаемся, границу пересекаем. И опять ушли. Мы прошли Турцию. Прошли все страны Европы. Дошли до Лиссабона. То есть от Тихого до Татистического океана. Потом ушли мы на Скандинавию, Прайзи, Прибалтика и Север, 650 городов. И подарили мы книг на 35 миллионов свои. А спрашивается, где деньги? Вот ваш вопрос. Бог дает. Бог. Сам прямо Бог дает. Почему у нас такая крепкая вера? Вот мне надо выкупить книгу. Первая книга. Книга стихов. У меня 4 тома по 800 страниц стихотворения. 4 книги. И вот у меня ночует два священника. Я говорю, надо помолиться. Деньги завтра выкупать. Книгу надо. Передоплату-то я сделал. Предоплата называется. А денег нету. А где? Я говорю, понятия не имею. Где, где? У Бога. Я прямо прошу, Господи. Для доброго дела это все делается. Не для славы человеческой. Не нам тебе слава. Легли спать звонок. Я беру трубку. Так это что? Россия? Россия. Барнаул, Барнаул. А нам нужен такой-то. Я говорю, его тут нету. А вы кто? Я говорю, я брат его, Якима. Дело вот в чем. У нас умер брат, его Климент звать. И сказали, что у вас церковь названа во имя Климента. И поэтому там молитва ближе к Богу. Я говорю, нет, церковь у нас святого Анфима Некомедийского. А во имя Климента Анкирского, лагерь у меня называется. Там разницы нету. Вы получите, пожалуйста, деньги завтра утром. Мы вам посылаем в Астерный Юнион. Я утром идю, уже получил. Я не знаю. Дальше. Вот мне надо книгу выкупить. Книг. Вообще денег нету. И вот одна баба заболела она, Егоренька Надежда Павловна. Она упала, и как-то у нее рак пошел на груди. Я говорю, ты умрешь, отойдешь у нас называется. Она соборовалась. И когда ты пойдешь, 40 дней мытарства, девятина, сорощина справляют. И там Никола чудотворец. Ты к нему подойди. Я говорю так, как будто сосед на соседней улице живет-то. И ты к нему поклонись и скажи. Никола чудотворец. Он любил там подбрасывать золотишко-то. Там один, три дочери было. Чтобы выдать, он решил, что в публичном доме заработает. А он услышал, ему в окошко три раза бросало. И он выдал дочеря замуж. Я говорю, мне тоже надо книги свои замуж выдать. Денег нет. А она уже шепотом разговаривала. Хорошо. И вот когда она умерла, 40 дней, уже 40 дней. А меня спрашивают, ну как? Я говорю, ничего пока нет. Уже сороковой день. И в обед звонок. Заходит высокий такой представительный человек. Вы, я слышал, очень нуждаетесь в деньгах. Я говорю, да. Я пришел, принес вам деньги. Я узнал. Но только одно условие. Вы, если обещаетесь, я сейчас вам дам. Я говорю, если выполнимо и без лжи. Да нет, говорит. Чтобы никто не знал мою фамилию, что я к вам пришел. Мы, говорит, работаем трое предпринимателей. Они там с нефтью связаны. И что я как бы отдельно делаю. Ну, я говорю, а мне какая разница говорить, не говорить. Я не буду говорить. Он мне маленький саквояжик открыл. Отсчитал, сколько положено. 100-200 тысяч. Вышел, и на этом все. Вот я собираюсь ехать далеко. Мы все вместе. Вот это время завтра ехать, а сегодня мне сюда звонок. Так, вы книги издаете? Я слышал, вам нужны книги. Я говорю, я уже прекратил. 38 вышли в бумажном варианте, и 7 книг у меня стоят в интернете, ну, в интернетной версии, так скажем, компьютерной. А книга каждая, это 752 страницы. Он говорит, ну, я тогда деньги вышлю. Он деньги-то высылает, мне надо идти получать. А в дороге-то деньги-то. Это много, надо их как-то хранить. Я иду и думаю, мне бы если дал по пятерке, ну, по пять тысяч. Когда подошел, женщина одна получает рублями. Ну, это 200 тысяч, ты представь, 200 это. А мне надо, чтобы скрытно было. Мы езжем дорогу-то, тысячи километров. Каждый день мы проезжали тысячу и тридцать километров. Отбой в 10, пойдем в 2. Попутно. И женщина на меня посмотрела, а вам какими лучше? Я говорю, вот этими вот красненькими. Передо мной она считала по рублю, а она мне сразу этими деньгами отдала. Даже веры совсем бы не было, и то вера будет. Вот я сижу и говорю, тут был один студент, не студент, а семинарист, хороший, Вадим Четвергов. Я ему книги подарил. А он где-то стал священником и исчез. Ну, прошло лет 6 примерно. Я сижу и говорю, где же он есть теперь? Куда его послали? Что-то не видно. Выхожу на улицу, он стоит. Ну, Вадим, как ты попал сюда? Не знаю, говорит, тут такое на душе, что я должен вас увидеть. Вот как кто мне стучит, говорит. Игнатия Тихоновича, найди. А он идет с женой, и уже, кажется, двое ребятишек. Как он мог узнать? Бог. Вот Бог. Вот мы начинаем молиться. Так, говорите. Вы слышите, да? А этот, на КамАЗе, который приехал, в кузове там жил, не в кузове, но в такой, это, в вагончике, он так и живет? Нет, не живет. Его в наручниках отсюда увезли обратно. Он не хотел принимать гражданство, всех обманул. Начал строиться, а гражданства нету, и поднял пущ против Путина, против всех начал поносить. Отрекся от нас, от всех, только причащался, против всех войну объявил. Но ясное дело, что так не может быть. Говорил, я осенью буду оформлять документы, ну, в государстве есть закон какой-то. А он начал, тут Путин, незаконно у власти, Майдан настоящий. Ну, тут вызвали, допросили. Он, сказали, явиться, он не явился. А тогда, значит, арестовали, тут посадили его, а потом конвоировали обратно на Украину, и все. А кто у вас там сейчас остался? Я что-то последний раз смотрел, вот этот какой-то, с этого приезжал, с Германии, там на машине он приехал, просто заехал посмотреть. Да, он заехал там на один час, поговорил, он слышал о Потеряевке, и такой мужик-то шустрый, он 16 километров, дорога-то грунтовая, и он нас нашел. Ну, по-былому, рассказали, он уехал. Он, это, турист. А кто у вас там сейчас остался? Как? Из мужиков. Из мужиков кто у вас остался? Ну, кто живет там, вот, Устиновы, их четыре мужика. Четыре. Отец и три сына. Три. Третий-то еще не совсем переехал. Я так хочу, в общем, народу много? Да не, немного там. Народ у вас немного, правильно? Нет, немного, там 32, кажется, человека с детьми вместе. А как? Это не просто так. Понимаете, что... А ты говорим только, а ты попробуй. Вот один приехал, мужик, и деньги у меня, говорит, есть. Я не курю, не пью, но матерюсь. Ну, по-былу уехал. У нас это не положено. Кажется, матерок, что такое? А матерок труднее всего выходит. Легче всего водка уходит. Еще труднее табака, еще труднее матерок. Вот водка отравляет у тебя только здесь полметра. А который курит, он на 20 метров отравляет. А который матерится, на 2 километра слышно. Ну, у вас там жесткие правила, да? Ну, так-то разобраться. Вроде мы-то привыкли, нам нужны нет. Вот в деревню въезжаешь, там, с пяти сторон. И везде на территории деревни курить запрещается. Ну, что, какого-то... Это разве трудно? Вот у меня... Как вы расслабляетесь, отдыхаете, я понимаю? Как отдыхаем? Ну, вот приехал писатель Быков. Он часто там в известиях печатается. Дмитрий Львович. И он тоже стал спрашивать. А там у нас жили гречанка одна. Ну, гречка зовут. И он говорит, ну, а как вы, Марина Демосфеновна, отдыхаете-то? Ну, как? Как по воскресеньям? Ну, в храм идем, мы молимся. Ну, это же скучно. О, на богослужении быть скучно. Вы не знаете, о чем говорите. Мы возвращаемся, обедаем. После этого у нас занятия. Занятия исследуем Библию. После этого бывают соревнования. Идем в футбол играем, махал в лагере. Ягоды собираем. Батюшка на рыбалку сразу смотается. Ребятишек на лошадях катаем. О, так у вас, говорит, еще интереснее, чем у нас. Да кого на одном месте сидите? А у нас все свое. Все абсолютно свое. Хлеб стряпаем. Мясо. Все экологически чистое. Продукты. Яйца. Молочное. Все свое. Мед рядом. Настоящие с пасеки. В соседнем селе. Да еще и свои матушка держала. Вот и все. У вас, говорит, еще интереснее, чем у нас. Так мы как одна семья. А вокруг ягоды, бывшие колхозные сады, теперь они разрослись дикие. Там все растет. И малина, и смородина. В деревне и виноград растет. Медицина какая-то есть? Что? Медицина. Медицина? Ну, есть. Бывает так вот. Рожать надо так в районный центр. А бывает, если что, серьезное такое. Даже в районе нету на операцию. У нас, член нашей общины здесь, врач колевой больницы. Он быстро тут оформляет и сюда приезжает. Это три часа. А на машине там два с половиной. Но вот я не обращаюсь. Но тоже уже несколько раз лежал. Я на работе работал. Тяжести носить. У меня три грыжи на позвоночнике. Раздавлены. Потому что несешь рельсу, шпалы. Кто-то присядет, на тебя вся тяжесть одна. А кость не выдерживает. Но я еще ни одной таблетки не съел за всю жизнь. Так что... А мне уже 10 июня будет 80 лет. Что спрашивать? А тебя снял? Ладно, спасибо вам большое. У нас говорят не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. Господь да спасет вас от всякого несчастья. И на дороге особенно. Будьте внимательны. Господу славу. А этот товарищ-то ушел? Да, он там по работе. А вот если бы его не было, мы бы даже промелькнули бы и не было. Вот как Господь делает. Вы его поблагодарите. Так что, юноша, заходите на наш сайт, YouTube. Вы найдете много-много полезного для себя. Мы одна единственная деревня, на Советский Союз была, которая живет на православных, старинных, благочестивых обычаях. Мне вчера один. Это у вас, ваша книга, мусульманина. А у меня, у нас другая. Я говорю, а какая, не вот эта ли? Да. Я говорю, ну теперь считай, что написано. Из ста человек никто не мог. Так я говорю, вас не зря чурками с глазами называют-то. Ну да. А скажите, а как вы относитесь к старославянским обрядам, к старо, может быть, как их называют, к родной вере, родноверы? А родноверы – это язычники. А родноверы – это язычники. А староверы – это те, которые, когда князь Владимир крестил, это белокринитская иерархия. Это настоящие верующие. Настоящая церковь, но со старыми обрядами. Молятся двумя пальцами, нищепотью. Мы родились в старобрядческой семье, это корни наши. Но там священства нет. Кержаки, мы же слышали, так обзывают. На реке Кержениц они были. А поэтому у нас все по новообрядческому, но молимся, как приученные молитвы, старообрядческие. А все остальное мы принимаем. Если вы заходите в скайп, вопросов на готовке по скайпу. Игнатий Лапкин, два слова. И сразу напишите, что мы встречались в этой темной рулетке, блудливой. Игнатий Лапкин. А все называется у нас «Восвете Библии». По скайпу можно позвонить. По скайпу прямо сойдете, там поговорим. Только зарядите Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет с этой фамилией и именем. Все, хорошо. У меня к вам будет несколько вопросов. Вот я вам постараюсь ответить. С Богом. Хорошо, спасибо. Аллилуйя. Так вы будете у нас показаны. Так вот. У меня она быстро. Я бы не consistency. У меня нецы не rendите. Почему? Так что это разментили.